Террамобил, Нефтекамск, Янаульская, 1А, телефон 2-36-88. Вот здесь собираются, вот эта толпа, распивает спиртные напитки. Утром мы выходим, бутылки стоят, окурки. Фаируза Худина уже много лет не спит по ночам несколько раз в неделю. Молодой человек, живущий по соседству, устраивает застолье с друзьями, причем квартиры ими явно не хватает. Местом для шумных разборок, распивания песен и распития алкогольных напитков в компании частенько выбирает подъезд. Как он пьет, страшное дело. Мы не можем в коридор выйти, мы не можем на улицу выйти, мы не можем в квартире жить. Он угрожает, что взорвет нас. Детей боимся отпускать, сами боимся на улицу. Вот недавно он сказал, когда сдохнем мы, пенсионеры, мы надоели, а большинство здесь мы пенсионеры. Потом нецензурная брань, я уж не буду говорить. В своем горе женщина не одинока, нет спокойствия и остальным жителям дома номер 3 по улице Азина. Но, как говорится, беда не приходит одна. Недавно здесь поселился еще один замечательный сосед. От него больше страдает 80-летняя Мулюфа Хананова. Ходят уголовники. Я потому что всю жизнь больницы проработала. Я знаю людей, сколько раз они судимые. От них мы вообще боимся в коридор выйти, боимся в подъезд заходить. Вот. Дверь... А со мной рядом дверь. Бабушки снесли дверь. Снесли дверь, а она зимой в тапочках побежала в милицию. Это не пересказать, не пересказать. Ее вот нецензурную бранью, если двери ей блокируют, она... Ну, ей же 80 лет. К ним сколько человек? Десять раз по моим дверям. Ихней ручкой по моим дверям. Там уже вмятина в дверях. Стражи правопорядка здесь бывают регулярно, но угомонить буйных жильцов дома даже у них не всегда получается. Применить к ним физическую силу полицейские не могут. А к словам, подобный контингент редко прислушивается. Данные квартиры находятся у нас на профилактическом учёте. Участковый полномоченный регулярно посещает их, проверяет, проводит профилактические беседы с жильцами этих квартир. В случае выявления нарушения административного законодательства участковый принимает меры в отношении этих лиц, то есть составляет административный материал. В курсе проблемы и начальник по работе с территориями Альберт Вафиев. Но и он оказался не в силах помочь сельчанам. Эти соседи сверху жалуются на нижних, нижние жалуются на верхних. Этого соседа одного мы уже вызывали на административную комиссию, оштрафовали. Я могу и на тех протоколах оставить, могу и на этих протоколах оставить просто. И на тех можно заявление написать в полицию, и те могут встречные написать в полицию заявление. Ситуация неоднозначно такая получат. Чу-либо в сторону принимать они не имеют права. Пенсионерам этого дома даже в страшном сне не снилось, что в преклонном возрасте они будут бояться выходить на улицу, опасаться за жизнь свою и близких людей. Но шанс вернуть спокойную жизнь у них есть. Бороться можно, но через суд. Если собрать достаточную доказательную базу, что соседи постоянно разводят в подъезде антисанитарию, портят имущество и угрожают им, то можно смело писать иск. И по решению суда неприятного соседа могут выселить. Зульфия Амирова, Ильшат Исламов, информационная программа «Время новостей».